Вторую неделю жители Бейска задыхаются от гниющего мяса птицы. Отвратный запах идет со стороны промышленной зоны. Руководство алтайского бролера официально о ситуации не комментирует. Изначально по телефону нам и вовсе заявили, что вонь идет не от них. Однако бейчане знают, откуда дует ветер. Курятник загорелся и пахнет до сих пор. Нечем дышать. У нас сады на отрестке. Мы сначала думали пропасти на собаки какие-то. Невозможно. Окна закрыли, вот где живем. Реально просто задохнулись от этой вони. Гниющим мясом. Потому что я мясник по образованию, как оно пахнет, я знаю. Он даже спать невыносимо. Это вообще какой-то ужас. Вонь такая стояла, прям золовоной, тухлятиной прям пахнет. В буквальном смысле слова задыхаются сотрудники бейского градообразующего предприятия Сиприбормаш. Завод находится через дорогу буквально в нескольких десятков метров от источника золовония. И, как признаются работники, условия труда просто невыносимые. Особенно страдают чувствительные люди. Найти ответ на вопрос, когда город перестанет накрывать дурной запах, оказалось непросто. Мы поехали на завод. И это тот случай, когда можно сказать, хорошо, что камера не передает царящую здесь запашистую атмосферу. Говорить просто невозможно. Жутко. Вонь выедает. Глаза, слезы текут. У сгоревшего предприятия нас встретили не только тошнотный запах, но и два молодых человека. Они не представились, но, судя по всему, это сотрудники отдела безопасности. И хотя на территорию компании мы не заходили, работать нам не давали, всячески перегораживая обзор. Скажите, почему вы препятствуете проведению съемки? Скажите. Я не препятствую, у меня машина сломалась. Ваня, отойди, пожалуйста, вон туда. Иди сюда. У человека просто машина сломалась. Он загородил обзор. Несмотря на конфликт, свою работу мы сделали. А ответить на вопрос, касающийся зловонья, нам помог руководитель сибирской медиагруппы, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Абрамов. Его приемную, как и другие ведомства, бейчане также завалили жалобами. Мною были подготовлены и отправлены запросы в Россельхознадзор, в Роспотребнадзор, на само предприятие. И сейчас мне стало известно, что до конца недели вот эта ситуация с неприятными запахами должна будет улучшиться, и город сможет вздохнуть спокойно. Обгоревшие окорочка, запах от которых периодически накрывает сразу несколько районов Бейска, уже уничтожают. Как сообщили нам наши источники, утилизация проходит с соблюдением всех правил и под контролем сотрудников профильных ведомств. Тухлятину вот на этих специально оборудованных грузовиках увозят в соседний район. И там сжигают. Проведение работ по утилизации тухлой продукции осложняется тем, что склад оказался под завалом. И для того, чтобы добраться до обгоревших холодильников, рабочим необходимо убрать металлоконструкции. Работы, как мы видим, сейчас ведутся полным ходом. Как работают сотрудники, просто непонятно. Если сравнивать наши видеосъемки, сделанные неделю назад, когда рабочие только приступили к разбору и сегодняшние, то очевидно, процесс идет. И есть вероятность того, что за предстоящие рабочие дни из металлической клетки освободят всю курицу и Смрад покинет район Ибийска. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.